Поговорим сегодня про феномен уходящего года сериал «Слово пацана». Почему он стал самым популярным русским сериалом, за какие треки его полюбили, и, конечно же, реакция русских рэперов на этот сериал. Сегодня у нас не совсем обычный ролик, но в нем много всего интересного. Будем говорить исключительно про то, что связано с нашим жанром. Поддержите такой формат своим лайком и напишите в комментариях, уже смотрели этот сериал или нет, и как к нему относитесь. С вами Атон Акулич и проект Трэп Ньюз. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Дорогие подписчики Рэп Ньюз, хотите стильно одеваться, но при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. В наличии более 3000 кроссовок, редкие и эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинах, уже ждут вас, а материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно легко проверить. У хаслов есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно запросто вернуть. Только для наших подписчиков действует промокод Рэп Ньюз, повышающий скидку с 15 до 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки только на hustle.rf по доступным ценам. Переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. Коротко расскажу вам про сам сериал. Для многих слово пацана ассоциируется с треком Макса Коржа 16-го года. И, конечно же, он будто бы видел будущее и снял отличный трейлер для сериала, который выйдет только через 7 лет. Слово пацана. А может быть режиссеры вдохновились именно песней Коржа и решили снять сериал? Как пишут в Википедии, слово пацана, кровь на асфальте, российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 80-х, снятый Жорой Крыжовниковым на основе книги казанского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана – криминальный Татарстан». Заглавный трек к сериалу создал электронный хип-хоп-дуэт «Айгел», который также имеет отношение к Татарстану, ведь вокалистку зовут интересным татарским именем «Айгель», что создает аллюзию слова «ангел». Они создали трек «Паяла» еще год назад и сейчас получили широкое признание благодаря этой песне. Работа «Паяла» вошла на второе место рейтинга «Шазам» в мире. Трек стал основным саундтреком к сериалу и разлетелся на миллионы стримингов. Но многие уже и ранее слышали об этом дуэте, или хотя бы знают трек «Татарин», который набрал более 100 миллионов просмотров. Также вы могли слышать вокал «Айгел» на треке Оксимирона «Намешано» с альбома «Красота и уродство». Сериал «Слово пацана» сейчас находится на 19 месте рейтинга сериалов на кинопоиске и имеет оценку в 9 баллов и почти 400 тысяч оценок. Сомневаюсь, что это накрутка, как часто это бывает с русскими сериалами. Что же про эту картину говорят и пишут русские рэперы? Бывшая жена Гуфа Айза очень расстроилась, что ее раскритиковали за случайный спойлер в новой серии, но в то же время она любит главных героев. А вот бывшему другу Оксимирона, например, не понравилось, и только потому, что сериал нравится Давыдычу. При этом он добавил, что «Слово пацана – хорошая книга», написал ее почему-то еврей, а сериал – низкоинтеллектуальный корм для баранов. А Балбиск ставит оценку 10 из 10, и всем советует посмотреть этот шедевр. Джубили респектует и говорит, что сделано нормально, а массовые сцены сравнивают с «Властелином колец». А вот всеми известный стример Папич оценил «Слово пацана» на 6,5 баллов из 10. Продукт неплохой, много реализма, уж точно реалистичнее бригады. Не говно, короче, смотреть можно. В чем он не прав? В чем он не прав? В чем он не прав? Хотя и местами откровенная сказка проскакивает. Но для детей и подростков, сами понимаете, шедевр. Мое мнение тут не учитывается. Оуджи Будда признал, что «Слово пацана» – хороший сериал. «Слово пацана» – офигенный сериал. Мне не нравится, когда вот кто-то говорит, «Ой, я не буду смотреть эту чушь, я не такой, как все». А вот «ЛАЗ-66» вообще решил снять видео и подрисовать себе побитое лицо. «Из улицы, а кругом враги». Его, видимо, решила поддержать Мизулина и станцевала на один из саундтреков. Или она готовит новый донос. Платина тоже заценил и написал «Если ты чушь, пан, то нам не по пути». А вот Токсис даже снял видео и сказал, что каждый день смотрит сериал. Интересно, ведь вышло только шесть серий. Получается, каждый день по одной или каждый день все шесть пересматривает? «Да, чувак, я каждый день смотрю «Слово пацана» и слушаю речь о мире. А чего добился ты?» Но есть и те, которым сериал показался пропагандой. И сейчас в сети форсится вот эта нарезка. «А ты в курсе, что у них на значке мбл МСС зашифровали? Где молнии? Че, нацист что ли, а?» И напоследок интересный момент. В ноябре 2016 года Иван Янковский, сыгравший в сериале «Адидаса», написал бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову теплые слова поддержки в Инстаграме. «Ты лучший, мы все об этом знаем, потрясающий боец». И вот спустя семь лет тот ему ответил. «Теперь ты круче». А как вам этот сериал? Будете смотреть? И можно ли его сравнивать с «Бригадой»? Пишите в комментариях, поддержите этот ролик за старания и до завтра. «Бригадая»? «Бригадая»? Субтитры сделал DimaTorzok